здравствуйте дорогие друзья итак совместно с библейским порталом экзегет и редакцией православного календаря от пасхи до пасхи мы начинаем небольшой цикл лекции посвященной истории вселенских соборов надо сказать что при изложении материала я буду руководствоваться прежде всего теми текстами которые входят в календарь от пасхи до пасхи посвященные этой теме то есть вселенским собором этот календарь выйдет уже скоро в следующем году к ближайшей пасхи и так сегодня мы поговорим о первом вселенском соборе и надо сказать что от этого собора осталось очень немного источников и то что мы знаем об этом соборе мы знаем из немногих свидетельств ну во первых потому что деяния первого вселенского собора вовсе не дошли до нашего времени может быть запись соборных заседаний вообще не проводились или они были утрачены скорее всего вскоре после собора и в общем то даже не были обнародованы поэтому основными источниками о соборе являются труды в общем то двух его участников это во-первых евсевия епископа кессарийского и святителя афанасия великого ну а также собственно исторические повествования хронистов уже позднейшего времени руфина аквилейского сократа схоластика со замена блаженного феодорита епископа кирского но и несколько документов собора все же сохранилось это два послания александра александрийского тогда епископа александрии несколько посланий императора тогда естественно святого равнопостного константина великого но это собственно речь его к собору и вещательная речь епископом перед их отъездом из никея ну и послание евсевия кессарийского что же касается документов исходящих от самого собора то это приветственная речь от собора императору и послание вселенского собора александрийской церкви также сохранились списки отцов собора но надо сказать что эти списки неполные ну и конечно же естественно орос собора то есть соборное изложение веры но и соборные правила которые были приняты канонические правила на первом вселенском соборе по какой же причине был создан первый вселенский собор ну на этот вопрос отвечает на святитель афанасий великий участник собора собор в никее писал он был непросто но по необходимой нужде и по основательной причине христиане в сирии кирики и месопотамии погрешали в празднестве и совершали пасху с иудеями но здесь святитель афанасий великий говорит о том что в то время а именно до первого вселенского собора в церкви не было единого единой практики празднования пасхи единого дня пасхи для всей церкви христиане малой азии праздновали пасху в общем то даже не воскресенье и даже не как день воскресенья христова а пасху страстей то есть они праздновали день страстей господних и праздновали его по лунному календарю то есть в 14 день месяца ниссана еврейского естественно вне зависимости от дня недели потому что лунный календарь он конечно же отличается от календаря солнечного и 14 ниссана каждый год попадает в разные дни недели эти христиане ссылались на предание от апостола я на богослова и считали что следует праздновать пасху следуя примеру самого господа иисуса христа когда он праздновал свою последнюю иудейскую пасху ну и конечно же самое главное это пасха страстей то есть день смерти господа который освободил нас таким образом от власти дьявола своей смертью в этот день они вспоминали конечно же смерть господа иисуса христа устраивали особую вечерю которую связывали также из вечерей господней ну а христиане рима и александрия также греции палестины праздновали пасху в день воскресный ну собственно таким же образом который сейчас принят для всей вселенской церкви далее продолжает святитель афанасий великий была еще одна причина для созыва первого вселенского собора восстала также против вселенской церкви арианская ересь и защитниками заботившиеся они и злоумышленниками против благочестивых имела евсевия и его сообщников но имеется ввиду евсевий некомедийский который защищал ария такова была причина вселенского собора ну что собственно на заключала на в себе ересь пресвитера из александрии ария ария утверждал что вторая ипоста из пресвятой троицы слова божия не является богом не единосущен отцу а собственно творение отца на творение конечно же высшее творение которое было создано гораздо раньше всего видимого и невидимого мира но тем не менее именно он считал вторую постась тварной ну и соответственно если воплотилась именно вторая постась то конечно же и на господь иисус христос тоже не является богом и в первую очередь ария вступил в дискуссию в прения со своим правящим архиереем епископом александром александрийским и как считает историк сократ вот из-за своей гордыни вот из своего так сказать любопрения стало отрицать равенство сына божия с богом отцом ну когда александр уже четко убедился в еретических воззрениях ария и то что переубедить его в общем то не представляется возможным он созвал собор из ста епископов египта ливии пентаполя который собственно анафемастовал ария за его еретические взгляды но арии стал жаловаться на это решение евсевию епископу некомедийскому который в общем то во многом разделял его взгляды а евсевий был близок к двору императора и в общем то имел достаточно влияния и вот арий под защитой таких покровителей как евсевий некомедийский несколько других архиереев единомышленников евсевия стал продолжать распространять свое учение на его сторону склонилась еще несколько архиереев он рассылал послание и в общем то старался всячески распространять свое юридическое учение ну и наконец на этот разгоравшийся спор обратил внимание император константин великий в начале он хотел действовать ну так вот более мягко спокойно вот старался не выносить этот спор как-то вот на на более широкое обсуждение и призывал противоборщущие стороны примириться с друг с другом и в общем то не враждовать и даже посылал архиереев вот частности оси епископа кордубского для того чтобы он примирил враждующих но надо сказать что миссия владыки оси было безуспешной и сам император убедился в том что арианский спор очень серьезен и он касается всей церкви тогда император принял решение созвать вселенский собор и так таким образом вселенский собор был создан по двум причинам во первых для решения такого застарелого вопроса как празднование пасхи а во вторых по причине ереси ария и так император взял организацию проведения собора полностью в свои руки местом созыва собора была выбрана никея вифинская в этом городе был собственно императорский дворец и конечно же императору было удобно организовать собор именно там император не жалел средств для организации собора и по его указу все епископы получали соответствующие средства для того чтобы и они их свита беспрепятственно прибыли на собор ну и полностью были принимаемы на государственное содержание в то время когда они находились в никее ну вообще надо сказать что император константин положил пример организации вселенских соборов и вот с того времени со времени первого вселенского собора вся организация соборов и впоследствии вселенских соборов на была прерогативой императора ну во первых собственно вселенский собор и созывался только императором причем свое повеление созвать собор самодержец автократор выражал форме и дикта то есть указа обязательного для исполнения всех подданных империи включая конечно же и архиереев в начале соборного заседания практически всегда указывалось что собрался святой вселенский собор созданный божьей милостью и по благочестивому повелению богохранимых императоров и так в тексте и дикта император определял время место и даже иногда представительство соборов ну вот мы будем говорить о втором вселенском соборе так например император феодосий созвал вселенский собор только из восточных епископов объясняет и тем что вот восточная часть империи нуждается только в уворочевании но большинство вселенских соборов все-таки конечно же созывались со всей империи со всей вселенной со всей кумены и на всех вселенских соборах император либо сам председатель стал либо делегировал это право своим чиновникам в организации обсуждения вопросов на вселенском соборе в общем-то прослеживается параллель с проведением заседания римского сената председатель так как и в сенате председатель вселенского собора не имел собственного голоса в принятии решений что очень важно но тем не менее он играл очень важную роль в организации проведения самих заседаний занимал центральное место в зале лицом к собранию провозглашал повестку определял регламент собора но и собственно он же предоставлял участникам слова и заканчивал подачу мнений в том случае если по его мнению участники приходили к единству он же ставил вопросы на голосование и он же подводил итоги всех соборных заседаний и вселенского собора в целом но понятно что и на сенатских заседаниях всегда был старейший сенатор который сидел всегда первым но в ряду прочих сенаторов и подавал первым свое компетентное мнение подобно вот такому старейшему сенатору на вселенском соборе впереди сидел первенствующий архиерей который также высказывался первым в ряду прочих епископов ну понятно что на большинстве соборов этим первенствующим архиереем был римский папа хотя он сам ни на одном вселенском соборе не присутствовал но его место занимали легаты то есть те представители папы которые вот обеспечивали его представительство на соборе его присутствие на соборе и далее после легатов папы другие епископы вот по старшинству подавали свои мнения и затем уже вырабатывалось соборное решение ну и вот таким же образом проходил и первый вселенский собор вот что интересно что когда был создан собор некоторые люди явились обвинениями на архиереев и подали письменные доносы императору но император сложив эти доносы вместе запечатал своим перстнем и приказал хранить но потом когда собор закончился он в присутствии архиереев уже после окончания собора сжег все эти доносы говоря что ничего он не читал в этих доносах и не надобно проступки священных лиц делать общеизвестными чтобы народ получив отсюда повод привлекания против них не стал бы без страха грешить что касается участников собственно собора то на соборе присутствовала по преданию триста восемнадцать мужей среди которых выдающиеся были епископы конечно же богословы подвижники исповедники наиболее знаменитыми был епископ александр александрийский прибывавший на собор с сителем афанасием великим архидиаконом тогда он был еще и вставь и антиохийский макарий иерусалимские осия кордубский святой прозорливец и чудотворец перед он тримефунский маркел анкирский леонтий кисарийский яков незибийский такие исповедники как амфион сисиний кизический и павел неокисарийский ну в общем можно сказать что собор был наполнен чудотворцами исповедниками и подвижниками в дошедших до нас списках нет упоминания о святителе николае мерликийском как участники собора однако как я уже говорил ранее эти списки далеко не полные и соответственно в них отсутствует другие достаточно значимые архиереи кроме того деяния собора не сохранились исторические сведения о нем как я уже говорил носят отрывочный характер тем не менее предание пребывания стители николая чудотворца на соборе очень и очень древние и самое главное она подтверждается многочисленнейшими святоотеческими свидетельствами ну вот например что пишет преподобный андрей критский ты мечом веры одушевленное разделение ария вместе со смешением савелия срубил под корень обращается он к святителю николаю ну и в древнейшем каноне посвященном святителю николаю говорится о том что губящего древле господние люди безумного ария ты ститель николай удавил еси жилами словес твоих но здесь ария представлен под образом хищного волка который расхищает стадо и вот пастух в лице стителя николая душит его при помощи тетивы своего лука закручиваемый вокруг головы зверя ну и конечно же множество преданий сохранилось о святителе спиридоне тремифунском ну например известно что когда он ехал на вселенский собор то остановившись в одной гостинице он узнал на утро что ариане отрубили головы его лошадям черный и белый и вот святитель спиридон повелел своему служителю приставить эти головы к туловищу и помолился и головы приросли но служители как-то спешки поменял голову местами и вот таким вот образом святитель спиридон и прибыл на собор на соборе же святитель совершил множество чудес ну в частности самое известное чудо это с кирпичом собственно ститель спиридон часто изображается на иконе таким вот образом когда он взял кирпич в руки искал во имя отца и из кирпича вырвался огонь и сына вниз потекла вода и духа святого раскрыв ладони он показал оставшуюся на руке сухую глину из которой был вылеплен кирпич известно также о том как ститель спиридон посрамил греческого философа на соборе из уст его тогда пусть из этого камня потечет масло сделайте это чудо ну понятно что иеретики конечно же не смогли ничего такого сделать ну тогда сам святитель ахилле взял этот камень и из него потекло масло ну и конечно мы знаем что одно из важнейших деяний собора это было принятие символа веры но этот символ веры был принят еще не в том виде в котором мы знаем сейчас и там например не было пространного изложения учения о духе святом и совсем ничего не было о святой церкви но зато там было слово единосущный которое конечно же было очень важным для того чтобы показать единство именно по существу единство сына и отца и вот известно из разных источников что это слово было вставлено символ веры по воле самого императора которому впрочем подсказал сделать это епископ оси кордубский и в символе веры кроме слова единосущные была еще такая вставка которая сейчас отсутствует а почему я объясню это в следующий раз когда буду говорить о втором вселенском соборе там была вставка из сущности отца что сын божий происходит из сущности отца и вот это слово было введено в символ веры как пишет ститель афанасий александрийский по следующей причине когда вот этот крещальный символ веры епископа кисарийского был прочитан вот то ариане стали истолковывать его в своем мудровании ну то есть например в символе веры было сказано что Господь Иисус Христос есть Бог от Бога ну на это ариане отвечали что да един Бог из него же вся то есть конечно же от Бога происходит все собственные люди и тварь в общем то то отцы усмотрев их коварство написали что сын от Божьей сущности чтобы никто не посчитал отречение от Бога общим и равно принадлежащим сыну и тварям ну и наконец Вселенский собор постановил о времени празднования Пасхи постановил он праздновать Пасху по тому порядку который совершался в римской церкви так говорится в послании отцов собора к Александрийской церкви что все восточные братья прежде праздновающий Пасху вместе с аудеями отныне будут праздновать ее согласно с римлянами потому что это правильнее и как писал по этому поводу император Константин прежде всего показалось нам то есть епископам неприлично совершать этот святейший праздник по обыкновению иудеям ну так же в тот же день как совершают иудеи и и поэтому собор постановил и император утвердил решение о том что христианская пасха будет праздноваться обязательно после иудейской и сейчас она праздновается высчитывается определенным образом прибавляется три дня именно для того чтобы ни в коем случае эта пасха не совпала с иудейской и не была раньше нее ну и наконец собор принял определенные правила канонические касающиеся церковной дисциплины эти правила были приняты всей церковью но эти правила касаются прежде всего клира епископов определяют порядок поставления архиереев ну и так же касаются принятия церковное общение падших и устанавливают определенные епитемии для них кстати говоря вот эти правила первого вселенского собора также запрещают совершать коленопреклоненные молитвы в воскресный день но впрочем ради такого сумнительного так сказать благочестия ну а если вот какой-то особый случай то все-таки как толкуется это правило коленопреклоненную молитву все-таки можно совершить вот в каком-то так совсем особом случае но все-таки все-таки в таком обыкновенной так сказать случае да все-таки эту молитву надо совершать не преклоняя не преклоняя колен любые молитвы имеется ввиду которые в другие дни совершаются коленопреклоненными ну и наконец по окончании соборных заседаний император уведомил вселенскую церковь решение собора написал несколько посланий ко всем епископам не присутствующим на соборе вообще ко всем народам и завершение собора было приурочено к светскому празднику к празднованию двадцатилетия правления Константина и конечно состоялось грандиозное празднество в котором приняли участие все архиереи и они получили конечно же подарки из рук императора ну и наконец когда все на соборе признали символ веры засвидетельствовали это и на словах и на бумаге что они так веруют и так мудрствуют оказалось что некоторые сделали это притворно а именно было семь сторонников ария таких активных его сторонников которые хотя и языком так сказать на словах и даже письменно засвидетельствовали этот символ веры но в душе душе они держали совершенно противоположного и вот они стали просить епископа александра так сказать смилостивиться над арием который был осужден всем собором принять его свое общение ну и арий тоже действовал обманом он он взял соборную хартию вот положил ее за пазуху бил себя грузин говоря вот тако я верую но на самом деле вместо этой хартии он положил свой еретический так сказать список вот и как бы таким образом ну для себя что ли вот считал что он не изменил своей вере хотя на самом деле внешне он конечно же следовал вере первого вселенского собора ну и что произошло далее далее ститель яков низибийский предложил всем отцам собора блюсти строгий пост продолжение семи дней молить господа чтобы он сам даровал мир церквам чтобы вот это хитросплетение еретическая рассыпалась и действительно так и произошло потому что когда нечестивый арий уже готовился к тому что он используя императора и вот влиятельных архиереев окажут уже серьезное давление на епископа Александра он неожиданно так сказать в отхожем месте скончался внезапным образом и как написали по этому поводу отцы вот господь покарал его за его нечестие и злохуление ну и итогом собора была конечно же победа над ересью ария и в продолжение нескольких десятков лет до второго вселенского собора хотя ариане совершенно не успокоились и арианская ересь продолжала распространяться но православные могли всегда ссылаться на первый вселенский собор и называли себя никейцами то есть последователями никейского вероопределения спасибо дорогие друзья за внимание внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео